Печально, но один из самых главных документов последнего времени был обделен вниманием граждан, и я хотел бы это изменить. Этот главный документ называется «Манифест граждан России против конституционного переворота и узурпации власти». Для начала давайте ознакомимся с этим манифестом. Сегодня мы, граждане Российской Федерации, заявляем, что на наших глазах в стране происходит конституционный переворот. Мы уверены, что цель этого переворота – пожизненное сохранение у власти Владимира Путина и его коррумпированного режима. Для этого придумана спецоперация по незаконному переписыванию Конституции. Об этом, как о готовом решении, Путин объявил 15 января, определив судьбу России всего за 17 минут. Поправки были подготовлены за 5 дней. У многих из нас есть свои серьезные претензии к действующей Конституции. Но мы понимаем, изменение текста основного закона под сиюминутные политические интересы разрушает последний институт, защищающий Россию от полной узурпации власти. Устойчивое демократическое развитое государство строится ровно на противоположном принципе. Конституция в нем меняется крайне редко и осторожно. Зато смена персонального состава публичной власти происходит регулярно. Сегодня же совершено покушение на основные принципы устройства государства на конституционные права граждан России. И хотя первые и вторые главы Конституции, где зафиксированы эти принципы и права, изменениями не подверглись, объявленные поправки не просто их затрагивают, нововведения противоречат тому, что написано в первых главах. Организаторы переворота убирают приоритет международных обязательств России. Уничтожают автономию местного самоуправления. Сокращают разделение властей прежде всего независимого суда, закрепляя в основном законе антиконституционную практику власти. А также создают новый неподконтрольный обществу государственный орган управления, государственный совет. Важно подчеркнуть, что в тексте основного закона намеренно закладываются серьезные противоречия, которые приведут к законодательному хаосу и попранию основ государственного строя. Кроме того, столь произвольная, осуществляемая в пожарном порядке изменения основного закона, лишает конституцию ее базового свойства устойчивости, что снимает препятствия для дальнейших поправок в соответствии сиюминутной политической конъюнктурой. Мы утверждаем, под видом перемен нам предлагают конституционный переворот. Именно потому изменение конституции происходит в такой спешке с риторическими и юридическими манипуляциями, без реальной общественной дискуссии. Вместо конституционного собрания нам предлагают имитационную рабочую группу с участием непрофессионалов. Вместо референдума нелегитимное общественное голосование. То, что голосовать предлагается пакетом, свидетельствует. Организаторы переворота сами понимают, что не все представленные ими поправки понравятся гражданам. Люди осознают, что нелегитимное изменение конституции неизбежно и радикально ухудшит жизнь не только общества в целом, но каждого, даже далекого от политики человека. Обществу нужны реальная сменяемость власти, а не косметическое перенаправление полномочий с целью пожизненного управления одного человека. Влияние на принятие государственных решений, а не участие невнятных и непрозрачных процедурах. Непротиворечивые и общие для всех законы, которые защищают права человека и помогают каждому реализовать свои возможности, а не поправки, которые эти права и возможности сокращают. Именно поэтому мы, граждане России, подписавшие этот манифест, призываем всех, кто не готов смириться с узурпацией власти Владимиром Путиным, присоединиться к нашему заявлению и принять участие в массовой общественной кампании. Мы отдаем себе отчет, что сама процедура голосования по поправкам в Конституцию неоткрыто и нечестно, но молчание будет интерпретировано как согласие. Если такое голосование будет назначено, мы призываем всех прийти и сказать конституционному перевороту и узурпации власти – нет. России нужны реальные перемены, а не разрушения государственности. Ну и далее, фамилии, которые вы сейчас видите на экране или видели все это время, людей, кто первыми подписались под этим манифестом. Удручает тот факт, что на сегодняшний момент подписалось под этим манифестом чуть больше 30 тысяч человек, ну, по крайней мере, на момент, когда я делаю этот ролик. Притом я вам напомню, что, например, какая-то инициатива блогера-псевдоклирика относительно Соловьева собрала, кажется, 200 тысяч подписей. То есть в случаях, когда люди хотят выступить против известного человека, пропагандиста в данном случае тут же находит отзыв в сердцах, а документ, который очень важен, касающийся непосредственно основополагающих вещей в жизни человека, то есть Конституцией, Конституция или закон, например, в Соединенных Штатах или в Германии – это фактически священные вещи. Это вещи, которые трогаются крайне редко. И поправка одного слова, не говоря уже о целого закона, обычно в демократических странах требует многих месяцев, если не лет, и открытой общественной дискуссии. В данном случае легко собираются ввести больше 40 поправок в ваш закон. И документ единственный, как я понимаю, в данный момент собирает 30 с лишним тысяч подписей. Это позор, господа. То есть то, за что нужно бороться буквально зубами, почему-то не вызывает интереса. Люди обсуждают, почему Путин решил исправить Конституцию. Люди обсуждают, почему так быстро он это решил сделать. Но люди ничего не пытаются сделать против. А если кто-то, какая-то общественная группа пытается хотя бы подать голос, не наблюдается никакой поддержки общества. Вообще, когда я услышал в середине января о том, что Путин хочет изменить Конституцию, я грешным делом подумал, что на следующий день, ну или через несколько дней, мы увидим массовые протесты в различных городах России. Такая апатия на самый настоящий государственный переворот меня поражает. И, если вы еще вдруг не знали, а если не знали, то найдите обязательно информацию, меня не поразила реакция Алексея Навального. Как известно, я много времени говорю о том, что это человек Кремля. Так вот, Алексей Навальный заявил, что оказывается Конституция России – это полное говно. И что именно она открыла путь к узурпации власти гибистско-воровского режима, а посему защищать ее нельзя. Понятно? Вот не нравится основной закон России Алексею Навальному. И он в завуалированной форме говорит людям, дескать, сидим и молчим. Ждем, какие поправки Володя внесет в наш закон. И нет проблем. Мы вообще готовы, чтобы Конституцию правили и резали, когда кому захочется. Придет новый президент и исправит Конституцию под себя. А людям, собственно говоря, плевать на все, что происходит с основным законом. Вот это меня поражает во всей этой истории больше всего. Итак, для начала я предлагаю пройти по ссылке. Если вы еще этого не сделали, поставьте свою подпись под этим манифестом. Второе, что я призываю сделать людей – осознать, что исправление Конституции – это не какая-то инициатива Владимира Путина, а это самая настоящая попытка совершения государственного переворота, который, по всей видимости, будет благополучно завершен 12 апреля, когда весь советский, простите, российский народ без каких-либо сопротивлений примет эти поправки. Третье, для тех, кто понимает, о чем речь. Вот в этот период – февраль, март и начало апреля – я предлагаю внимательно отслеживать аналитику многих людей. Те, кто будут хоть каким-то образом призывать к сопротивлению и называть эти изменения никак иначе, как государственный переворот, я бы на вашем месте доверял. Те же, кто будут всего лишь болтать по этому поводу, или вот как Алексей Навальный заявит, что не нужно защищать Конституцию, так как она не идеальна, а мы понимаем, что идеального закона нет, и каким бы ни был закон, но это закон вашей страны, по которому вы живете. Так вот, если появятся такие, они этими своими разговорами выявляют свою настоящую сущность. Президент, как вы знаете, гарант Конституции. В данном случае сам президент посягает на нее. И далее, если вы редко заглядываете в Конституцию своей страны, то, может быть, сейчас пришло время в нее все-таки заглянуть и понять, что Конституция России сама по себе, кстати, очень правильный и грамотный документ. Проблема не самой Конституции, проблема того, что закон не исполняется. В России никто не живет по закону. На него ссылаются, когда это нужно, и плюют на него, когда это им выгодно. Самое первое, на чем строится вообще правовое государство, это на защите законов гражданами этой страны. Поэтому ожидать от серьезных выступлений со стороны левых не приходится. Небольшие группы каких-то левых протестантов, более молодых, они, естественно, не могут вывести на улицу массовый протест. А вот либеральный массовый протест молодежи, как мы знаем, он возможен. И во многом этот протест ориентируется конкретно на Алексея Навального. И в этом плане позиция Навального, она является просто, как бы, подарком Кремлю, потому что продолжение разговоров о том, что Конституция плохая, и поэтому не надо ее защищать, на самом деле закрывает главную тему. Это не вопрос хорошей или плохой Конституции, это вопрос окончательной трансформации российского государственного устройства в единоличную путинскую диктатуру. И поэтому, как бы, вот сегодняшняя позиция Навального и ФБК, которые продолжают активно разыскивать миллиарды путинского окружения, сейчас занялись Мишустиным, это, в общем, то, что в цирке, когда показывают фокусы, это называется отвлечением внимания. Всегда любой фокус, политический он или цирковой, требует какого-то отвлечения, которое помогает скрыть главную, всю саму природу вот этой манипуляции. И по существу мы сегодня видим, как Кремль, используя свои многочисленные наработки в оппозиционной среде, решает вот эти две главные проблемы. И поэтому, в общем, мне кажется, сегодня надо отдавать себе отчет, что любая позиция, которая допускает хоть какую-то легитимизацию запущенного Путиным политического процесса, она является подыгрышем Крыма. Еще раз пройдите по ссылке, оставьте свой голос под этим манифестом. Попытайтесь защитить свою Конституцию хотя бы таким образом. Продолжение следует...